Сегодня, на фоне зажатого до невозможности технического регламента, преимущество Формуле-1 достигается за счет нетривиальных решений. Например, в уже далеком 2009-м таким решением был двухэтажный диффузор, во многом благодаря которому команда Браун завоевала чемпионский титул. Ну а самым современным считается двухосевое рулевое управление, или попросту система DAS на болидах Mercedes. Вообще, по словам одного из самых успешных конструкторов за всю историю F1 Эдриана Ньюи, главная задача инженеров как раз таки и заключается в том, чтобы обходить существующие правила и использовать их на благо своей машины. И такая философия действует уже давно. Так, примерно 44 года назад, одна маленькая, но гордая команда, переживавшая некоторый спад результативности, предложила F1 настолько нестандартное решение, что никто из соперников так и не рискнул использовать его копию в гонках. О нем-то я вам сегодня и расскажу. Поэтому усаживайтесь поудобнее, не забывайте подписываться на канал, ну и приятного просмотра! Наземное четырехколесное транспортное средство. Данная цитата взята из достаточно прозаичного произведения, технического регламента Формулы-1. И как вы уже догадались, она ограничивает количество колес, посредством которых может перемещаться болид F1. То есть четырьмя. Но это утверждение существовало далеко не всегда. До определенного момента все было наоборот, и многоногое транспортное средство представлялось более выгодным с различных точек зрения, да и никаких запретов по этому поводу не существовало. Да вот только не всем подобные гениальные мысли приходили на ум. Фактически, первыми, кто не только ощутили эту идею, но и воплотили ее в жизнь, были Кен Тиррелл и Фрэнк Гарнер. Идея, казалось бы, лежала на поверхности. Какой элемент машины создает наибольшие аэродинамические проблемы? Колеса. Их нельзя никуда убрать, нельзя закрыть обтекателями, фактически их можно только уменьшить. Но простое уменьшение до размеров колес детской коляски бессмысленно, ведь при этом уменьшается пятно контакта с дорогой, что в свою очередь ведет прямиком к ухудшению управляемости. Вот и нужно решить дилемму, как уменьшить размер, не потеряв в качестве. И единственное верное решение – это сделать вместо одного большого колеса два маленьких. Гарнер в 1975 году предложил нетривиальное решение дядюшке Кену, и тот согласился. Идея захватила его, и вскоре первая шестиколесная машина Формулы-1 стояла на газоне заднего двора дома Тиррелла. Фактически, там и прошла первая презентация болида. Выглядела она по меньшей мере экстравагантно. В общем-то, обычная задняя часть машины перетекала в переднюю подвеску, в которой вместо двух колес размещались четыре 16-дюймовых колесика. Еще одной примочкой были специальные окошки для наблюдения за передними колесами. Покрашенная в фирменный Тирловский синий цвет, машина как-то сразу притягивала. Хотелось сразу сесть и поехать. Однако, кроме внешней эстетики, существует еще и, так сказать, профпригодность. В техническом же плане остались некоторые недодуманности и недоработки. За счет массивного переднего спойлера, инженеры выигрывали в уменьшении сопротивления воздуха в зоне передних колес. Но из-за огромных задних, все это преимущество практически сходило на нет. Единственным неоспоримым плюсом маленьких колес была возможность проходить повороты быстрее. Также интересной с точки зрения прохождения поворотов была хитрая система тормозов. Маленькие колеса требовали соответственно маленьких тормозов. Их Гарнер позаимствовал у дорожного мини-купера. Он разместил тормоза таким образом, при котором можно было блокировать либо обе передние оси, либо одну из них по необходимости. В зависимости от того, какая пара колес была заблокирована, передняя или задняя, увеличивалась или уменьшалась эффективная база колес. Особым образом было разработано рулевое управление. Оригинальная система позволяла поворачивать управляемые колеса на разные углы. Но управление управлением, но надо чтобы было чем управлять. Нестандартные колеса на дороге не валяются, а использовать стандартные покрышки по понятным причинам не предоставлялось возможным. Поэтому в конце 1975 года были начаты относительно секретные переговоры с Гудьир. Гарнер заказал им 10-дюймовые шины, которые и были установлены на машину. Тестовые испытания начались в начале 1976-го. По идее, машина должна была появиться на трассах в начале сезона. Но неожиданно возникли различные мелкие технические проблемы. Из-за нестандартной аэродинамики двигатель слишком часто перегревался. Стал вопрос о дальнейшей доводке и лечении базовых болезней конструкции. Поэтому дебют пришлось отложить до четвертого этапа. А появившись на испанском гран-при, Тирелл П-34 произвел без преуменьшения фурор. Визуальный шок от необычного внешнего вида машины сменился шоком от показанных машинно-результатов. Правда, первый номер команды Джоди Шектор выступал на старом Тирелл 007, а вот его напарник по команде Патрик Депае на шестиколесной новинке занял третье место в квалификации. И несмотря на то, что дебют модели в гонке был немного смазан, Депае угодил в аварию, начало было многообещающим. К следующему этапу команда подготовила новые болиды уже для обоих пилотов. А еще чуть позже, на узких улочках Монако Шектор привел П-34 к первому подиуму. Но настоящий взлет ждал команду в Швеции. В гонке шестиколесная новинка безоговорочно доминировала. Благодаря маленьким колесам машина как нельзя лучше подходила для узких поворотов Андерсторпа. Результатом доминирования стал дубль, причем приехавшему третьим Лауди Шектор привез более 30 секунд. До конца сезона П-34 завоевал еще 6 вторых мест, а пилоты заняли, соответственно третье и четвертое места в общем зачете. И в конце года настроение у команды было самое радужное. Конечно, по ходу дебютного сезона не обошлось без проблем. Дважды возникали проблемы с подвеской, пару раз перегревался двигатель, но в общем все было просто отлично. В межсезонье шасси было усовершенствовано. Обводы болида стали более плавными, а за счет использования титановых деталей удалось уменьшить массу. Гарнер модернизировал переднюю подвеску и удлинил базу, хотя общая конструкция осталась прежней. Правда в новом сезоне Шектор покинул бригаду Тирелла и ушел к Вольтеру Вольфу, а освободившееся место занял Ронни Петерсон, сбежавший из стремительно погружающегося в проблемы Марч. Но вопреки ожиданиям, сезон 1977 года ничего кроме разочарования не принес. Машину преследовали хронические поломки, а двигатели Форд были как никогда паршивыми. Семь отказов за сезон. В довершее трижды подвела система подачи топлива, а негативный результат был подкреплен пятью авариями, в которые угодили пилоты команды. В итоге гонщики за весь сезон лишь трижды смогли занять нижнюю ступеньку подиума, да еще Дипае в Канаде заработал серебро. В итоговой таблице чемпионата пилоты команды заняли соответственно девятое и четырнадцатые места, наскребя на двоих 27 очков. Ключевой проблемой машины стала сложность ее настройки под различные трассы и шины маленького диаметра. Тогдашний поставщик резины Гудьир исправно снабжал команду десятидюймовыми колесами. Но поскольку спрос на такую продукцию ограничился нуждами одного коллектива, американцам просто не было смысла повышать качество продукции. Возможно, если бы Тирл заключил контракт на поставку шин с только появившимися тогда в F1 Мишлен, все могло бы быть иначе. Но не решившись на риск, дядюшка Кен сделал весьма большую ошибку. Передние колеса сильно вибрировали, из-за чего периодически просто слетали с оси. Наверняка интересно ехать на скорости около 300 км в час и видеть, как твое колесо, обгоняя тебя, укатывается в самостоятельное путешествие за большими призами. Кроме фурора на трассах, своим появлением проект 34 произвел фурор и в головах конструкторов. Сезон 76 года ознаменовался повальными экспериментами с многоколесными моделями. В Феррари, под впечатлением от стартов P34, начали испытания шестиколесников. От Тирловской модели проект отличался тем, что лишняя пара колес у него размещалась не спереди, а сзади и была ведущей. При такой компоновке существенно увеличивалось сцепление машины с дорогой, но непомерная сложность новых коробок передач и дифференциала, специально рассчитанных на четыре колеса, делали проект фактически непригодным к использованию. Подобный проект был начат и командой Марч, где Робин Хертс конструировал шестиколесный болид с двумя ведущими колесами. Он даже должен был выйти на старт чемпионата 77, но отвратительная управляемость на предсезонных тестах решила участь новинки. После провала тестов машина была продана и принимала участие сначала в рекламных акциях компании Ротманс, а затем в чемпионате Великобритании по горным гонкам. Причем, надо заметить, не без успеха. Последняя попытка добавить на болид лишнюю пару колес была предпринята в 82 году коллективом Фрэнка Вильямса. На FW08 были добавлены еще два задних колеса, но все те же проблемы с коробкой передач лишили машину будущего Формуле 1. Максимум, чего удалось на ней добиться, это победы на гонках по скоростному подъему на холм на фестивале в Гудбути несколько лет спустя. А все последующие начинания были на корню уничтожены ФИА, которая ввела в регламент уточнение, ограничивающие болиды лишь четырьмя колесами. А что касается Тирл П-34, то ввиду низкой результативности проект был свернут, а машины, всего за два года было построено 7 шасси, распроданы. Одна из них впоследствии досталась некому Мартину Стреттону, который выступал на ней во многих британских национальных первенствах и добился просто отличных результатов. Ну что ж, дорогие друзья, надеюсь вам понравился этот выпуск, поэтому не забудьте поставить лайк, а также при желании поддержать проект финансово, перейдя по ссылке в описании или нажав на кнопку спонсировать прямо на ютубе. Ну а на сегодня на этом все, удачи!